Спасибо, старейшина Пейс, за эту прекрасную вступительную молитву и за то, что Вы попросили облагословить выступающих. Пусть добродетель беспрестанно украшает помыслы Твои, тогда уверенность Твоя усилится в присутствии Божьем. Приблизившись к своему 12-летию, я должен был выполнить несколько заданий, прежде чем мог покинуть первоначальное общество. Одно из них состояло в том, чтобы пересказать 13 символов веры в их правильном порядке. Первые 12 символов были легкими, но с 13-м было трудно. Проблема была в том, чтобы запомнить последовательность добродетелей. Благодаря учительнице первоначального общества, обладавшей терпением и настойчивостью, я в конце концов заучил все это наизусть. Спустя много лет мы въехали в наш первый дом. С удивлением мы узнали, что нашей соседкой будет моя бывшая учительница первоначального общества. За 40 лет нашего проживания в одном районе она сохранила небольшую тайну о том, что я испытываю трудности в обучении. Мы верим, что мы должны быть честными, верными, непорочными, благожелательными, добродетельными и делать добро всем людям. Воистину, мы можем сказать, что следуем наставлению Павла. Мы всему верим, на все надеемся. Мы многое перенесли и надеемся, что сможем перенести все. Если есть что-либо добродетельное, прекрасное, достойное уважения или похвалы, мы стремимся ко всему этому. Сегодня я хочу поговорить о личных чертах, которые мы называем добродетелями. Эти качества, добродетели, служат основой христианской жизни и внешним проявлением души человека. Названия многих добродетелей в русском языке имеют окончание «Ость». Целостность, кротость, милость и доброжелательность, духовность, ответственность, любезность, верность и так далее. Исходя из грамматики, такие добродетели я называю добродетели на «Ость». Это окончание или суффикс означает «качество», «состояние» или «уровень бытия». Стоит лишь посмотреть вокруг, и мы увидим, что происходит в нашем обществе, и осознаем, что личные черты добродетелей быстро исчезают. Поразмышляйте над поведением водителей на переполненных магистралях. Агрессивное поведение на дороге случается слишком часто. Любезность почти отсутствует в наших политических дискуссиях. В то время как страны по всему миру сталкиваются с финансовыми и экономическими трудностями, состоится впечатление, что верность и честность сменились жадностью и мошенничеством. Посетив старшие классы средней школы, вы обязательно заметите грубую речь и нескромную одежду. Некоторые спортсмены ведут себя не по-спортивному и редко проявляют смиренность, если об их нарушениях закона или морали не станет широко известно. Огромная часть нашего населения не проявляет достаточно ответственности по отношению к собственному материальному благосостоянию. Некоторые люди, испытывающие финансовые трудности, винят банкиров и кредиторов за то, что им позволяли брать ссуды и на то, чтобы побаловать себя, вместо того, чтобы удовлетворять свои нужды. Иногда наша щедрость в поддержку добрых дел угасает под натиском аппетита к приобретению того, что нам не нужно. Братья и сестры, нам не следует касаться этого недуга, который проникает в наше общество и заражает его. Если мы последуем за миром в отказе от христианских добродетелей, то последствия могут быть катастрофическими. Ослабнут человеческая вера и верность, которые имеют вечное влияние. Неблагоприятному воздействию подвергнется семейная сплоченность и духовность. Религиозное влияние в обществе ослабнет, и правовые нормы подвергнутся сомнению, а, возможно, даже будут игнорироваться. На огромную радость сатане укоренятся семена всего того, что причиняет страдания душевному человеку. В своей повседневной жизни мы должны встать на защиту своих убеждений и неколебимо хранить христианские добродетели, особенно добродетели на ось. Воспитание добродетелей начинается дома, где родители проявляют работу и показывают хороший пример. Хорошему примеру родителя хочется подражать. Плохой же пример как бы дают право на непослушание и даже хуже. А пример лицемерия разрушает доверие. Восьмилетняя девочка Меган любит играть на фортепиано. Недавно ее учительница по фортепиано предложила награждать ее пончиком, если она будет добросовестно ежедневно заниматься. Учительница сказала, что когда-нибудь среди недели она позвонит Меган, чтобы проверить, занималась ли она в тот день. Если занималась, то получит эту награду. Когда учительница позвонила, Меган не была дома, чтобы дать ей отчет. На еженедельном уроке учительница спросила Меган, занималась ли она. На это Меган ответила, что кажется, занималась, и взяла награду. Когда мама Меган увидела пончик, она расспросила дочь и помогла ей понять, что ей следовало быть честной. Меган по подсказке своей мамы позвонила учительнице и извинилась. В ходе их разговора выяснилось, что Меган выполнила свое письменное задание по сольфеджио. Так что эту награду она заслужила. Благодаря мудрому, заботливому родителю, ценные уроки запомнятся надолго. Наш 15-летний внук Бен – заядлый лыжник. Он участвовал в различных соревнованиях и достиг хороших результатов. Перед одним из подобных соревнований в штате Айдахо, родители напомнили ему, что от его школьных оценок зависит, сможет ли он соревноваться. Был забронирован дом в городе Сан-Велли, собирались приехать его бабушки и дедушки, и Бен лихорадочно пытался достичь высоких целей в учебе, поставленных вместе с родителями. Однако в итоге он не смог достичь своей цели. Бен пропустил эти лыжные соревнования и не набрал очки, необходимые для квалификации, для участия в юношеской лыжной олимпиаде, но усвоил ценный урок об ответственности. Останавливаясь непреклонными, зачастую родители страдают больше, чем дети, которых они стремятся чему-то научить. Президент Джеймс Фауст назвал целостность матерью многих добродетелей. Он заметил, что целостность можно определить как непоколебимую приверженность к кодексу моральных ценностей. Он также высказал мысль, что целостность — это свет, излучаемый натренированной совестью. Это сила божества внутри нас. Если человеку не хватает целостности, то трудно проявлять другие добродетели. Без целостности часто забывают о честности. Если целостность отсутствует, то сходит на нет любезность. Если целостности не придается значения, трудно поддерживать и духовность. В Ветхозаветные времена Моисей наставлял детей Израилевых, сказав, «Если кто даст обет Господу или поклянется клятвою, положив зарок на душу свою, то он не должен нарушать Слово Своего, но должен исполнять все, что вышло из уст Кево». Несколько лет назад президент Томас Монсон напомнил нам, что большинство людей никогда не совершат безрассудных поступков, если их учили тому, что достоинство, честность и целостность натуры важнее, чем месть и ярость, если они понимают, что уважение и доброта, в конце концов, дадут им больше возможностей добиться успеха. Возможно, вы слышали о пропавшем батальоне времен Первой мировой войны, о десяти пропавших коленах Израиля, или же о потерявшихся мальчиках из пьесы Джеймса Мэтью Барри «Питер Пен». Может быть, вы знакомы с музыкой Майкла Маклина под названием «Забытые рождественские песни». Нельзя допустить того, чтобы добродетельные черты, в особенности добродетели на ось, были забыты или игнорировались. Если их забыть или игнорировать, они неминуемо станут потерянными добродетелями. В случае этой потери семьи будут значительно ослаблены. Личная вера в Господа Иисуса Христа станет менее твердой, а важным вечным отношением будет грозить опасность. Широко практикуемые черты добродетели могут ослабить твердую хватку сатаны, в которой он держит общество, и разрушить его коварный план захвата сердец, разума и духа всех смертных. Для нас настало время присоединиться к спасению и сохранению всего того, что добродетельно, прекрасно, достойно уважения или похвалы. Если мы позволим добродетели беспрестанно украшать наши помыслы и будем развивать в своей жизни добродетельные черты, наше общество и учреждения станут лучше, наши дети и семьи станут крепче, а вера и целостность благословят жизнь людей. Я свидетельствую и возвещаю, что наш Небесный Отец хочет, чтобы Его дети проявляли целостность, любезность, верность, доброжелательность, милость, щедрость, нравственность и другие добродетели на ось. Пусть же у нас будет смирение использовать возможность реализовать свою ответственность и проявить способность добиться этого. Я молюсь об этом во святое имя Иисуса Христа. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok